Михаил Зощенко Он не боялся. Он боялся коров, собак, мышей, густей, пауков и даже петухов. Но наибольше всего он боялся чужих мальчишек. И мама этого мальчика очень и очень грустила, что у него такой трусливый сынок. В одно прекрасное утро мама этого мальчика сказала ему. Ах, как плохо, что ты всего боишься. Только храбрые люди хорошо живут на свете. Только они побеждают врагов, тушат пожары и отважно летают на самолетах. И за это все любят и уважают храбрых людей. Дарят им подарки, дают родина и медали. А трусливых никто не любит. Над ними смеются и потешаются. И от этого у них жизнь бывает плохая, скучная и неинтересная. Мальчик Андрюша так ответил своей маме. С этих пор, мама, я решил быть храбрым человеком. И с этими словами Андрюша вышел во двор погулять. А во дворе мальчишки играли в футбол. Мальчишки эти обычно затирали Андрюшу. И он их боялся, как огня. И всегда от них убегал. Но сегодня он не убежал. Он крикнул им. Эй, вы, мальчишки, сегодня я не боюсь вас. Мальчики удивились, что Андрюша так смело им крикнул. И даже они немного испугались. И даже один из них, Санька Палочкин, сказал. Сегодня Андрюшка Рыженький что-то задумал против нас. Давайте лучше уйдем. Но мальчики не ушли. Наоборот. Они подбежали к Андрюше и стали его задевать. Один тёрнул Андрюшу с данность. Другой сбил ему кепку с головы. Третий ткнул Андрюшу кулаком. Короче говоря, они немного побили Андрюшу. И тот с Ровом пошёл домой. А дома, утирая слёзы, он сказал своей маме. Мама, я сегодня был храбрым. Но из этого ничего хорошего не вышло. Мама сказала. Глупый мальчик. Недостаточно быть храбрым. Надо быть ещё и сильным. Одной храбростью ничего нельзя сделать. И Андрюша, незаметно от мамы, взял бабушкину палку. И с этой палкой пошёл во двор. Подумал. Вот теперь-то я буду сильнее, чем обычно. Теперь я разгоню мальчишек в разные стороны. Если они нападут на меня. Он вышел во двор. Но во дворе мальчишек уже не было. Там гуляла чёрная собака, которую Андрюша всегда боялся. Размахивая палкой, Андрюша сказал собаке. Попробуй только залай на меня. Получишь по заслугам. Узнаешь, что такое палка, когда она прогуляется по твоей голове. Собака начала лаять и бросаться на Андрюшу. Размахивая палкой, Андрюша раза два ударил собаку по голове. Но та забежала сзади и немного порвала Андрюшины штаны. И тот с рёвом побежал домой. А дома, утирая слёзы, Андрюша сказал своей маме. Мама, как же это так? Я сегодня был храбрым и сильным, но из этого ничего хорошего не вышло. Собака разорвала мои штаны и чуть не укусила меня. Мама сказала. Глупый мальчик, недостаточно быть храбрым и сильным. Это слишком мало. Надо быть ещё и умным. Ты же поступил глупо. Ты размахивал палкой и этим рассредил собаку. Надо немножко думать и соображать. Надо иметь смекалку. И Андрюша в третий раз вышел во двор погулять. Но во дворе мальчишек уже не было. И собаки тоже не было. И тогда Андрюша вышел на улицу посмотреть, где мальчики. А мальчики купались в реке. Андрюша стал смотреть, как они купаются. И в этот момент один из них, Санька Палочкин, захлебнулся и стал кричать, чтобы его спасли. Мальчики испугались, что он тонет, и побежали звать взрослых. Андрюша хотел было уже броситься в воду. Он уже подбежал к берегу. Но тут он остановился и подумал. Нет, я плохо плаваю. У меня не хватит сил спасти Саню. Я поступлю умнее. Я сяду в лодку и на лодке доплыву до него. А у самого берега стояла рыбацкая лодка. Андрюша оттолкнул эту тяжелую лодку от берега. И сам скачал в нее. А в воде лежали весла. Андрюша стал бить и тебе веслами по воде. Но у него ничего не вышло. Он не умел грести. И течение отнесло рыбацкую лодку на середину реки. Андрюша испугался и стал кричать. А в этот момент по реке плыла другая лодка. И в ней сидели рыбаки. Эти рыбаки спасли Саню палочки. И кроме того догнали Андрюшину лодку. Взяли ее на буксир и доставили к берегу. И Андрюша с ревом побежал домой. А дома, утирая слезы, Андрюша сказал своей маме. Мама, я сегодня был храбрым. Я хотел спасти мальчика. Я сегодня был умным, потому что не бросился в воду, а поплыл в лодку. Я сегодня был сильным, потому что оттолкнул тяжелую лодку от берега и тяжелыми веслами колотил по воде. Но снова ничего хорошего не вышло. Мама сказала. Глупый мальчик, я забыла тебе сказать самое главное. Недостаточно быть храбрым, умным и сильным. Это слишком мало. Надо еще иметь знания. Надо уметь крести, уметь плавать, ездить сверху на лошади, лететь на самолетах. Надо многое знать. Надо знать арифметику и алгебру, химию и геометрию. А для того, чтобы это все знать, надо учиться. Кто учится, тот бывает умным. Кто умный, тот должен быть храбрым. А храбрых и умных все любят, потому что они побеждают врагов, тушат пожары, летают на самолетах и спасают людей. Мальчик Андрюша так ответил своей маме. С этих пор, мама, я буду всему учиться. И мама сказала. Вот и хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!